Добрый суток. Я рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, посвященном использованию языкового корпуса в работе с одаренными детьми и в подготовке к итоговой аттестации. Меня зовут Каравнов Антон Сергеевич, и сегодня мы вместе с вами попробуем посмотреть, в чем может быть польза обращения к корпусным технологиям в нашей повседневной преподавательской практике. Я постараюсь сделать наше сегодняшнее общение максимально практичным, чтобы мы могли обогатить свой профессиональный опыт конкретными идеями и примерами, готовым к использованию в любое подходящее время на наших занятиях. В этой связи мне бы хотелось попросить вас быть готовым написать несколько слов в чате и просто активно участвовать в обсуждении рассматриваемых сегодня вопросов. Что ж, устраивайтесь поудобнее, давайте пожелаем друг другу приятного взаимодействия и приступим. Для удобства мне бы хотелось разделить нашу тему на четыре блока сегодня. Во-первых, мы обратимся к некоторым теоретическим положениям, которые лежат в основе освещаемых сегодня вопросов. Это поможет нам определиться с ключевыми понятиями и терминами. Затем поговорим о работе с одаренными детьми и тем, как нам здесь может быть полезен языковой корпус. И далее остановимся на том, чем нам может быть полезен языковой корпус при подготовке к итоговой аттестации. И подытожим нашу беседу, обратившись к некоторым методическим вопросам работы с корпусом, а также преимуществам такой работы. Итак, языковой корпус. Я полагаю, что многие из слушателей уже знакомы с этим термином или, по крайней мере, слышали о нем. Но, тем не менее, позвольте вас попросить буквально в двух-трех словах определить, что на ваш взгляд является языковым корпусом. Будьте добрыми, пишите в чате. Спасибо. Незнакомый сейчас объясню. Отлично. Ну что ж, ага. Набор лексических и грамматических средств. Окей. Спасибо. Смутное понятие. Весь материал УМК. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, языковой корпус. По-английски «копус», во множественном числе «копра», может быть определен как объемное, отобранное на критериальные основы и хранящееся в электронном виде собрание естественных случаев употребления языка. Объемность языкового корпуса в данном случае подразумевает то, что в один корпус собирается большое количество текстового материала. Скажем, если мы говорим о национальном корпусе, то цель его создания будет максимально полно отразить в корпусе все многообразие языка и его функции в естественном их проявлении. Поэтому такие корпусы обычно динамичны, то есть он постоянно выполняется. И, допустим, национальный корпус русского языка и корпус of contemporary American English на настоящий момент имеют более 400 миллионов слов употреблений. И то, что корпус создается на основе определенных критериев, обусловлено задачами конкретного исследования. Так, например, может создаваться корпус литературных произведений конкретного автора, например, для установления авторства текста или для изучения творчества автора с лингвистической стороны. Или мы можем, например, создать корпус ученических работ письменных для изучения, скажем, тех ошибок, которые типичны в письменной речи учащихся. Языковой корпус является базовым понятием корпусной лингвистики, которая в общем смысле является наукой о том, как создавать языковые корпусы и как работать с ними. Если мы обратимся еще раз к... Видео пропали? Секунду. Одну секунду. А слышно ли? Угу. Угу. Ну что ж, давайте пока продолжим. Сейчас, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, коллеги. Давайте пока продолжим без видео, хорошо? Если мы обратимся еще раз к определению языкового корпуса, то увидим, что он хранится в электронном виде. Это не случайно, так как в этом случае его гораздо легче анализировать и извлекать информацию из него. Для этого корпус может быть изначально оснащен системой поиска и обработки содержащихся в нем текстовых массивов, либо мы можем воспользоваться специальными программами, о которых я еще скажу чуть позже. В любом случае, компьютерные программы управления языковым корпусом могут называться, в общем, корпусными менеджерами. И еще один термин, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, это concordance. Concordance представляет собой перечень случаев возникновения в тексте корпуса слова, части слова или сочетания слов с указанием контекстов их употребления. Чтобы наглядно продемонстрировать, что здесь имеется в виду, давайте посмотрим на часть concordance слова «бог». Формат такого представления слова, в данном случае интересующий нас лексически единицей «бог», называется «quake keyword in context». И последнее, на чем мне бы хотелось остановиться в рамках теоретического блока нашего вебинара, это то, зачем учителю иностранного языка нужно знать о корпусе и владеть базовыми технологиями работы с ним. Во-первых, как бы громко это ни прозвучало, но сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что корпусная революция состоялась и привела к смену парадигмы. Это одно из тех фундаментальных социальных изменений, которые случаются в истории довольно редко, но при этом оказывают влияние на все и всех. Прежде всего, произошла смена того, как мы воспринимаем и понимаем язык. Это, конечно, в первую очередь касается новых возможностей изучения различий между письменной и устной формой языка и, соответственно, обучения иностранному языку с учетом этих новых тенденций. Кроме этого, все возрастающее значение информационных и коммуникационных технологий влияет на то, как создаются современные средства обучения, учебные материалы и ресурсы, как строится программа обучения и в какой-то степени то, что происходит у нас в классе. В частности, языковое содержание учебных материалов все чаще основывается или информируется языковым корпусом. Составление словарей, например, уже не представляется возможным без обращения к языковому корпусу. Появляются и грамматики, и лексические ресурсы, которые основаны на языковом корпусе. Есть уже даже целая серия учебных пособий и курсов языкового содержания, которых основано на языковом корпусе. То есть, это будущее, в котором нам всем предстоит жить и работать. И чем раньше мы попытаемся вовлечься в этот процесс, тем легче нам будет в дальнейшем. Наконец, многие из нас уже, наверное, слышали о профессиональном стандарте педагога, который был утвержден Министерством труда и зарегистрирован в Минюсте в декабре 2013 года. Его применение должно начаться с января 2015 года. И само по себе это тем, конечно, довольно интересно и заслуживает, наверное, отдельного вебинара, тем более, что общественное обсуждение этого стандарта продолжается. Но, тем не менее, возвращаясь к нашей теме, мне бы хотелось обратиться к концептуальной стороне этого стандарта и процитировать, что главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Так что нам предстоит всем продолжать учиться, и овладение корпусными технологиями здесь как раз может быть полезным, на мой взгляд. На этом мы завершаем первую часть нашего вебинара касательно теоретических положений. Есть ли какие-то вопросы на данном этапе? Отлично. Все понятно. Хорошо. Что ж, давайте теперь перейдем ко второму блоку нашего вебинара, а именно обратимся к использованию языкового корпуса с одаренными детьми. Прежде всего, стоит остановиться и подумать, что мы вкладываем в понятие одаренной учащейся. И снова мне бы хотелось обратиться к вам. И будьте добры, напишите в чате в двух-трех словах, что для вас значит сочетание одаренной учащейся. Коллеги, вы сможете скачать презентацию с сайта после вебинара, и там для вас будет доступен весь материал. Выдающие способности. Задатки, талантливые, способные. Схватывает материал. Спасибо большое за реакцию. И скорые ответы. Да, замечательно. Действительно. На самом деле, это довольно сложный вопрос, и в научно-методической литературе нет единого определения, что связано, конечно, с множеством подходов к выделению отдельных проявлений одаренности. В англоязычной литературе встречаются, например, такие сочетания, как high-ability students, gifted learners, talented learners, more able, intelligent. И тема работы с одаренными детьми сама по себе, конечно, очень обширна, и здесь возникает множество вопросов, которые мы просто не сможем охватить в рамках одного вебинара. Поэтому я предложу вам познакомиться с одной из классических моделей одаренности, которая была разработана американским психологом Джозефом Рензули. Так, согласно его модели, одаренность складывается из трех составляющих. Способности выше среднего, увлеченности выполняемой задачей и креативности. Давайте познакомимся с основными проявлениями этих признаков. Итак, первый признак – это способности выше среднего, above-everage ability, которые разделяются на общее проявление и специфические проявления. К общим проявлениям относятся высокий уровень абстрактного мышления, адаптация к незнакомым ситуациям и быстрое и точное извлечение информации. К специфическим проявлениям относятся применение этих общих способностей к специфической области знания, способность отделять важную информацию от нерелевантной, способность приобретать и использовать знания и стратегии поведения на продвинутом уровне в ходе решения поставленной задачи. Давайте перейдем ко второму признаку – это увлеченность выполняемой задачей, task commitment. И в данном случае к проявлениям этого признака относятся высокий интерес и энтузиазм, усердная работа и настойчивость в ходе выполнения задания, уверенность в себе и желание достичь успеха, умение выделять существенные проблемы в определенной области знания, стремление выполнять работу в соответствии с высокими стандартами, высокой планкой, открытость к новым идеям и опыту, любознательность, желание рисковать и эстетическая чувствительность. И третий признак – это креативность, которая в работах автора называется как «high levels of creativity». И это, пожалуй, самый сложный момент, потому что определить креативность, наверное, еще сложнее, чем одаренность. И здесь автор осторожно выделяет такие обобщенные проявления, как тенденция к тому, чтобы быть создателями новой информации, материалов и продуктов, в отличие от пассивных потребителей, и вовлечения в мыслительные процессы, которые индуктивны по своей природе и ориентированы на решение проблемы. То есть, таким образом, было представлено краткое описание одаренности. И я должен признаться, что до того, как начал заниматься этим вопросом, считал, что одаренных учащихся вообще-то у нас гораздо меньше. Сейчас, мне кажется, что выделенные проявления свидетельствуют о том, что одаренность – это вполне распространенная категория. А как вы считаете? Сказали ли бы вы, что у нас много одаренных детей? Единицы. Я предлагаю теперь обратиться к конкретным примерам из учебников и посмотреть, чем может нам быть полезен языковой корпус в работе с одаренными учащимся. Так, например, в учебнике Enjoy English для 8 класса имеются упражнения, целью которых является повышение осведомленности учащихся в использовании многозначных слов. Обратимся к примеру из учебника на вашем экране. В задании предлагается прочитать и перевести предложения, в которых выделяются слова «space» и «star». И в данном случае они употреблены в разных значениях. Языковой корпус и «concordance» позволяют расширить это задание, сделав его еще более интерактивным. Во-первых, можно сгенерировать concordance слова «star», первая таблица, и дать возможность детям сначала индивидуально, а потом и в мини-группах изучить случаи употребления этого слова и затем выявить различные значения с обоснованием своего выбора. Другой вариант, вторая таблица, зашифровать ключевое слово, здесь это слово «space» с использованием «concordance» и предложить учащимся выявить его по контексту. Стоит отметить, что второй вариант как раз подходит для более способных учащихся. Кроме того, задание может быть поставлено таким образом, чтобы несколько команд учащихся в мини-группах могли соревноваться друг с другом на скорость разгадывания зашифрованных слов. Дополнительные очки здесь можно начислять за распознавание всех значений слова в каждом из приведенных контекстов его употребления. Еще одно направление – это изучение идиоматики слова. Идиоматические выражения, играющие важную роль в формировании коммуникативной компетентности учащихся, остаются по-прежнему одной из наиболее уязвимых областей в языковом арсенале наших учеников. И это прежде всего, конечно, объясняется спецификой их употребления и этнопультурными различиями, которыми обусловлено их функционирование. Данное обстоятельство служит, с одной стороны, дополнительным стимулом к включению идиоматического материала в учебники, а с другой стороны, определяет очередной вектор развития корпусных технологий. Так, например, если мы обратимся к учебнику happyenglish.iu для 7 класса, то увидим задание на определение соответствий идиоматических выражений их определениям, в данном случае в видеографических репрезентаций, с целью выявления функций, свойственных такой лексике. Это задание может быть подкреплено заданиями на основе языкового корпуса. Если мы предложим учащимся, например, ознакомиться с конкорденцем выражения as hungry as в соответствии с примером из учебника he is as hungry as a hunter, то, проанализировав представленный случай употребления этого сочетания слов, учащиеся могут прийти к выводу о том, что в основе идиомы лежит обычная сравнительная конструкция, что подтверждается случаями not as hungry as I thought, as hungry as could be, as hungry as ever. В то же время даже случаи с большой и с большей идиоматической окраской as hungry as lions, as hungry as a bear допускают как лексическую вариативность, то есть сравнение с разными животными, так и грамматическую вариативность в категории числа. Такая работа с языковыми данными позволяет на основе анализа аутентичных примеров констатировать, что идиомы в первую очередь используются не для описания окружающего мира, а с целью пояснения или выражения собственной оценки как какой-либо ситуации. Еще один пример, на котором мне бы хотелось остановиться, это изучение грамматики слова. Дидактический принцип предъявления материала от простого к сложному определяет последовательность шагов в обучении грамматики, согласно которой различные аспекты одного грамматического явления освещаются в школьном курсе иностранного языка поочередно. Так, презентация образования множественного числа имен существительных, например, начинается с самых общих правил прибавления окончания, с последующим усложнением материала от введения самых распространенных исключений, таких как children, mice, например, до обучения специфическим случаем, например, fish, fishes, fruit, fruits, в учебнике happyenglish.iu для 11 класса такие случаи детально описываются и сопровождаются подробными объяснениями, оттенком значений и влиянием контекста на слововое употребление. Это можно убедиться на примере правил, которые даны на экране. Использование заданий на основе языкового корпуса может помочь учащимся прийти к выводам о специфике образования множественного числа имен существительных и осознать, какое место занимают особые случаи во всей этой парадигме функционирования этого грамматического явления. Давайте обратимся к примеру заданий с использованием конкорданса. В данном случае приведенное слово употребление слова ship, a ship, ten ship, some ship, дают учащимся возможность вспомнить, что в английском языке есть ряд существительных, формы которых не меняются в единственном умноженном числе. Анализ последующих случаев, тем не менее, заставляет задуматься о том, что слова fish, effort еще более специфичны в этом отношении. И более вдумчивый разбор слов в контекстах их употребления, то есть, a fish, there were fish, there are fishes, a fruit, a lot of fruit, fruits such as full fruits, позволит вывести правило без предварительного получения готового объяснения со стороны учителя. Потом, конечно же, можно обратиться и к учебнику, и далее дать дополнительный комментарий, чтобы сформировать более полную картину в этом смысле. Давайте посмотрим теперь на те программные средства, которые могут нам помочь в составлении подобных заданий. Их очень много, большинство из них доступны онлайн. Я хотел бы обратить внимание лишь на некоторые из них, которые, на мой взгляд, наиболее просты в использовании, и, с другой стороны, достаточно функционально. В данном случае речь идет о корпусном менеджере корпус конкоденции English. В адресной строке вы можете увидеть адрес, по которому можно получить доступ к этой программе. Здесь вам абсолютно не нужно знать функции всех этих кнопок. Единственное, что стоит обратить внимание на вот это поле. Здесь вводится само слово, которое вам нужно получить в контексте. Затем здесь следует выбрать корпус, поиск, в котором будет осуществлен. Рядом написано «Corpus Descriptions». Вы можете кликнуть и почитать, что входит в состав определенного корпуса. И затем еще одно окно. Это «Numour of Lines». Здесь я бы вам посоветовал снизить количество строк с 5000 до 500. Это будет вполне достаточно, в силу того, что 5000 может грузиться довольно долго. И затем вы просто нажимаете на кнопку «Get Concordance» и получаете нечто подобное. В данном случае это слово «Ста» в контексте. И далее вы анализируете это и выбираете те предложения, которые вам нужны для составления задания. Что ж, на этом мне бы хотелось завершить очередную часть нашего вебинара сегодня, которая была посвящена работе с одаренными детьми и языковому корпусу в этом отношении. Какие-нибудь вопросы на данном этапе? Задания есть? Сборней и сборников пока нет. Задания есть? Можно в статьях посмотреть. Я дам ссылки в конце вебинара. «Colka» — это «Corpus of Contemporary American English». Это аббревиатура корпусов. Тоже на них будут даны ссылки позже. Программа берет примеры из корпуса, то есть того многообразия текста, которые были заложены в него изначально. И она просто генерирует все предложения, в которых встречается это слово. Ну что ж, спасибо большое за вопросы, комментарии. Давайте теперь посмотрим на тому, как языковой корпус может использоваться в подготовке учащихся к итоговой аттестации. Но прежде чем мы приступим, позвольте, пожалуйста, задать вам еще один вопрос. Что, на мой взгляд, является главной сложностью при подготовке к экзамену в разделе «Лексика и грамматика»? Словообразование. Верно. Спасибо за реакцию. Да, действительно, я абсолютно согласен. И если обращаться к своей практике, подготовкой чащихся к различным экзаменам, включая ЕГЭ, то я бы определил здесь такие проблемы, как недостаточное внимание к слову и его окружению, бедный словарный запас и низкий уровень колокационной осведомленности. И сегодня мне бы хотелось предложить вам конкретные приемы, которые могли бы в определенной степени служить возможным решением этих проблем. Я их по-английски назвал Word Face, Words of the Day и Chunk Hunting. Давайте поподробнее остановимся на каждом из них. Они, конечно, основаны на универсальных идеях, хотя я здесь не претендуя на уникальное авторство, но познакомиться с ними может быть полезно. Первое – это Word Face. То есть это, по сути, способ организации языковой информации о слове графически в виде взаимосвязанных элементов. Давайте посмотрим на пример на экране. Здесь на носу у нас написано слово Exciting. В глазу синонимов у нас слова, схожие по значению. Moving, stirring, stimulating, thrilling. В глазу антонимов слова с противоположным значением. Dull, boring, unexciting. На бровях указана часть речи и произношение. Adjective, exciting. Далее в мозгу у нас находится определение. Something exciting makes us feel very happy. Дальше, если мы посмотрим на щеку правописания, то увидим, на что нужно обращать внимание в орфографии. А на щеке словообразования увидим основные однокоренные слова. Здесь, кстати, можно всколько кратко указать часть речи в однокоренных словах. И во рту у нас имеется пример. This town is in the most exciting place in the world. В ушах слова, с которыми часто встречаются слова Exciting. То есть, те слова, которые встречаются перед ним. An exciting, most exciting, very exciting, more exciting, so really pretty. И в другом ухе у нас слова, которые чаще всего встречаются после него. Exciting time, exciting times, things, part, news, place, moment. То есть, по сути, это организация лингвистической информации в необычной форме. И если использовать wordface было бы, наверное, логичнее в работе с начальной и средней, в начальной и средней школе, то в старшей школе это можно вывести в другую форму, как, например, это предлагается в учебнике New Millennium English для 11 класса. Здесь на примере можно посмотреть на те элементы, которые предлагается включить в схему организации словарных единиц. Это wordweb, flashcard, table, list, words, opposite in meaning, words in context, definition, Russian equivalent. Все это очень полезно и помогает учащимся больше ориентироваться на то, как слово ведет себя не только в соотношении с другими словами, которые стоят непосредственно до и после него, но и в более широком контексте. Другой прием, который можно использовать при подготовке к экзамену для расширения словарного запаса, это на каждом занятии или на тех из них, на которых проводится подготовка к экзамену, давать учащимся, скажем, два новых слова, которые были бы представлены в виде конкорданса в контексте его употребления. Задача учащихся состоит в том, чтобы в парах определить, что бы это слово могло значить. И далее, в данном случае, на примере у нас слово to invent, предполагать, что учащимся оно незнакомо, мы им даем определенное количество предложений, где это слово употреблено в контексте, они вместе пытаются выявить, что оно значит, дать определение. Далее мы обсуждаем всем классом и приходим к, собственно, тому, что это слово значит. И таким образом у нас накапливается словарь, занимает это буквально 5 минут. И далее очень важно каждый день, перед тем, как мы будем давать им новые слова, в таких контексте, обязательно повторять те, которые были до этого. Таким образом, к концу определенного периода обучения учащихся будет иметься неплохой запас слов в дополнение к существующему активному лексикону. Важно исключить здесь еще и оценочный элемент, чтобы они не думали о том, что эти слова нужно вызубрить, их будут спрашивать и так далее. Все будет происходить естественно. И еще один прием – это chunk hunting. Но перед тем, как мы перейдем к нему, давайте посмотрим на то, что такое language chunks. Будьте добры, и еще раз в чате напишите, пожалуйста, как бы вы перевели language chunks на русский язык. Классторы – интересно. Еще какие-нибудь идеи? Отрывки, да, цепочки. Отлично, отлично. Да, действительно, это один из тех терминов, который пока еще не нашел своего точного эквивалента в русском языке. И мне, среди прочего, встречались такие сочетания, как структура языка, речевые шаблоны, лексические куски, кирпичики языка, шаблонные фразы, лексические единства, языковые блоки, языковые фрагменты, лексические комбинации. Нам, чисто исходя из практических целей, я бы предложил расценивать language chunks как комбинацию слов, которые позволяют нам расширить более естественное понимание о языке. И среди основных language chunks хотелось бы выделить collocations, то есть, коллокации, например, strong tea, но heavy rain, идиомы, give the green light, фразовые глаголы, put off, get on with, клишированные фразы, то есть, to be honest, at the end of the day, пословицы, look before you leave и так далее. И, собственно, идея заключается в том, чтобы расширять лексический запас учащихся путем охоты на такие вот сочетания, то есть, chunk hunting. Их можно будет брать как из корпуса, так и из текстов, над которыми идет работа в ходе урока. Давайте теперь посмотрим, откуда, собственно, еще можно брать языковой материал для получения такого языкового материала. Существует еще один сайт, где есть возможность поиска по корпусу. Вы в презентации потом сможете получше разглядеть. В данном случае вам первым делом необходимо будет зарегистрироваться. Вот здесь вот в верхнем правом углу есть кнопка «Речисто». Вы на нее нажимаете, и перед вами возникнет вот такое вот окно. Здесь не должны возникнуть никаких проблем. Вы вводите свое имя, электронный адрес, пароль, который задаете сами. И здесь выбираете категорию. Возможно, для вас будет... Вы сами почитаете, возможно, будет уместна категория «Тича». Вы кликаете сюда, и если вы выбираете одну из категорий в желтом или зеленом цвете, то вам необходимо будет предоставить информацию о том, что вы действительно являетесь работником какого-то учреждения. Для этого вам нужно на сайте школы вывесить где-то свое имя, чтобы оно просто там было. И работники этого сайта потом пройдут по ссылке, посмотрят, что вы там действительно есть. Ну, это можно все почитать. Для редкого использования можно зарегистрироваться как студент, там не требуется никакой дополнительной процедуры. Что ж, если мы обратимся к, собственно, корпусному менеджеру, который на этом сайте расположен, то здесь есть такие функции. Если нам нужно найти слово или словосочетание в контексте употребления, то мы просто в строку «Word», «Words» вставляем слово, например, «Exciting», и просто нажимаем «Search». И справа у нас будет огромное количество словопотреблений в контексте, которые мы можем брать для составления заданий. Если нам нужно найти наиболее употребительные однокоренные слова, то тогда мы берем часть слова, например, вот здесь, из пяти букв, и ставим далее звездочку. И справа, затем нажимаем «Search», и справа он снова выдает вам список слов однокоренных. Если нам нужно найти синонимы, то мы тогда ставим искомое слово в квадратные скобки, и перед ним ставим «Равно», и также нажимаем на «Search», справа выдает нам наиболее употребительные синонимы. Также у нас может возникнуть необходимость найти слово, которое имеет одну форму в разных частях речи, например, «Support» может быть существительным глаголом, но нас, допустим, интересует только существительное. Для этого мы напишем слово «Support», поставим точку, и в квадратных скобках напишем «N» и звездочка. «N» значит «Noun», существительное, и тогда он выдаст все примеры, в которых в предложениях использовано слово «Support» в виде существительного. Такие аббревиатуры на «N», «V» и так далее можно найти на этом сайте, если поподробнее с ним ознакомиться. Далее, если нам нужно найти коллокации слева или справа от слова, то тогда мы вводим в строку «Word words» само слово, а далее чуть ниже у нас есть «Collocates». Мы здесь ничего не вводим. Если нам нужно найти слово, которое следует за искомым, тогда мы в первом окошке ставим «0», во втором «1», и он нам выдаст, затем «Search», и он нам выдаст слова, которые употребляются, идут за этим словом. Если наоборот нам нужны слова, которые предшествуют искомому, тогда мы в первом ставим «1», во втором «0», и затем опять «Search», и он нам найдет искомое слово. Если мы хотим изучить, как слово употребляется с каким-то определенным словом, тогда мы здесь же пишем одно слово, и сюда уже вписываем то слово, которое нам нужно найти, с которым оно сочетается, и так далее. И теперь давайте посмотрим на примеры задания из учебников, которые направлены на подготовку к итоговой аттестации, и то, как здесь может нам помочь языковой корпус. Перед вами текст из учебника «Enjoy English» для 11 класса, в котором имеются пропуски. Давайте остановимся лишь на первых пяти пропусках. Попробуйте, пожалуйста, выполнить это задание. Напишите в чате, например, 1A, 2B и так далее. Видно ли читаемо? Видно ли читаемо? Да, спасибо за помощь в предоставлении ссылок. Угу, хорошо. Хорошо. Угу. Так. Так. Угу. Угу. Да. Четверто. Угу. 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 Да, хорошо, хорошо. Давайте теперь с вами попробуем посмотреть, как может нам в этом помочь языковой корпус в выполнении этого задания. Если мы перейдем опять к тому сайту, который был перед этим и введем в поиск слова rights, то увидим и к локации, которые предшествуют этому слову, то увидим список слов, таких как human, civil, property rights, constitutional, voting, equal, individual, animal. И затем уже посмотрим на те ответы, которые нам предоставляются и увидим, что действительно там есть один из ответов, equal, и выберем его. Затем у нас есть в одном из заданий rights can be, опять мы вписываем слово, делаем к локации по следующему краю и смотрим, что на те ответы, которые там предлагаются, это violated, threatened, protected, denied, neglected, appropriated. И снова там есть искомое слово, neglected, мы его выбираем. Что касается слова standard, то там у нас будет огромное количество колокаций, таких как double, gold, reasonable, national и других, но и там мы найдем нужное нам слово universal. Далее, если мы посмотрим на слово poverty, опять же в контексте употребления в корпусе, то снова мы найдем интересующий нас вариант ответа среди других предложенных escape, reduce, eliminate, alleviate, eradicate, to fight poverty. И далее, по колокациям после искомого слова, мы также найдем искомый вариант ответа caused by, наряду с другими. Преимуществом здесь является то, что кроме того, что мы найдем искомое слово, мы еще и увидим огромное количество других слов, которые могут использоваться в данном контексте, таким образом расширяя свой словарный запас далее. Еще один пример из учебника, не были они могли же для 11 класса в данном случае, мы здесь не будем все прорешивать, это как раз на слово образование. Еще один пример из учебника не были они могли же для 11 класса в данном случае, мы здесь не будем все прорешивать, это как раз на слово образование. Мне бы хотелось остановиться на первом и седьмом предложениях, не могли бы вы написать, что вы думаете, какие варианты ответа здесь? Во первом и седьмом, instinct и sensitive. Инстинкт и sensitive. Так лучше? Можно взглядеть? Угу. Сенситивити, окей. Угу. Окей. Да, спасибо за реакцию. Да, спасибо за реакцию. Да, действительно. Я сейчас возвращаю назад. Давайте посмотрим, что нам может языковой корпус предоставить в данном случае. Если мы перейдем опять к той поисковой системе и введем в строке слово instinct, не полностью, потому что это на слово образование, задание, instinct и поставим звездочку далее, то, и потом нажмем на search, то нам компьютер выдаст такие варианты, как instinct, 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 instinct и здесь мы уже сможем найти нужное нам слово instinctively. То же самое и с другим вариантом. Мы вводим слово sensitive, не полностью, ставим звездочку. Далее смотрим на предлагаемый вариант ответа и ищем искомый вариант. Конечно, предварительно нужно посмотреть, какая часть речи требуется нам здесь. И далее уже посмотреть на данные корпуса и выбрать ответ. Да, на этом завершается очередная часть презентации, которая посвящена была использованию языкового корпуса в работе, в подготовке к итоговой аттестации. Есть ли какие-то проблемы, извините, есть ли какие-то вопросы касательно этой части? Если возникают проблемы со звуком, может быть, следует заморозить видео. Для этого нужно ввести курсор на изображение с электром и там кликнуть на значок с веб-камеры. Да, хорошо. Ну и теперь хотелось бы еще остановиться на некоторых методических вопросах, которые связаны с работой с языковым корпусом и некоторые проблемы, которые могут здесь возникнуть. Конечно, как и любая другая новая форма работы, при использовании корпусных технологий на уроках иностранного языка в школе необходимо учитывать ряд методических рекомендаций. Прежде всего, следует принимать во внимание типологию корпусов и соответствующим образом корректировать свою работу. Если в центре содержания обучения на уроке оказываются конструкции, свойственные разговорной форме речи, подходящим будет корпус разговорного языка. В то время как обучение написания эссе, например, потребует обращения к корпусу письменной академической речи. Не менее важным вопросом является и наличие программного обеспечения в распоряжении учителя и учащихся, которое могло бы позволить выполнять задания на основе языкового корпуса. В этой связи стоит обращаться либо к корпусам, которые доступны онлайн, так как большинство из них уже снабжены инструментами обработки больших массивов информации, либо воспользоваться программами, которые можно установить на стационарный компьютер и воспользоваться ими удаленно. Еще один момент заключается в том, что существующие языковые корпусы очень часто не учитывают уровень языковой подготовки учащихся, которые осваивают иностранный язык в школе. И хотя потребность создания универсального педагогического корпуса, который мог бы решить эту проблему, сейчас стоит очень актуально, есть несколько путей для организации работы и в существующих условиях. Во-первых, учитель может предварительно проанализировать выборку случаев условного употребления в конкорденсе и модифицировать ее таким образом, чтобы примеры были понятны учащимся. Во-вторых, можно составить свой собственный корпус учебных текстов и использовать его в работе на занятиях. В основном такого корпуса могут быть положены тексты книг для чтения, которые соответствуют ступени обучения, текстовые отрывки из самих учебников, по которым ведется обучение, и выдержки из художественной и популярной литературы, которая подходит по уровню сложности учащимся. Еще одна проблема, которая вытекает из потребности использования непривычной формы работы на занятиях, связана с новой терминологией. Здесь важно постепенно и последовательно вводить такие слова, как «корпус» или «конкорденс» в учебный обиход, иллюстрировать их непривычными, но необычными, но в то же время простыми примерами с обсуждением того, в чем может быть польза таких технологий. И в этом случае у учащихся не будет немедленного отторжения подобной формы работы, в отличие от тех случаев, когда им дается задание проанализировать слова в «конкорденсе» без предварительной подготовки. Наконец, работа с «конкорденсом» потребует от учащихся привыкания к вертикальному чтению по ключевому слову в ближайших контекстах, в отличие от привычного горизонтального чтения строки за строкой по абзацам. И давайте теперь посмотрим на те преимущества, которые имеются при работе с корпусом. Организация работы с опорой на языковой корпус не только позволяет разнообразить учебную деятельность путем оправданного использования информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, но и создает условия для увлеченного участия на занятиях со стороны учащихся и также повышает их мотивацию. Кроме того, изучение словопотребления с помощью корпусных технологий позволяет организовать работу в парах и мини-группах, добавляя соревновательный элемент и способствия активному взаимодействию на занятиях. В таком случае учащиеся перестают быть пассивными получателями информации. Вдобавлено к этому стимулируется автономность учения, так как индуктивный подход к изучению языковых явлений, на котором основана работа с корпусом, требует большей опоры на собственные силы и знания. Что ж, на этом завершается заключительный блок, в котором мы посмотрели еще раз на те проблемы, которые могут возникнуть при работе с корпусом, и преимущества работы с ним. Какие-нибудь вопросы здесь? Да, спасибо вам. Хорошо. Да, и сейчас тогда давайте посмотрим на некоторые ссылки. Здесь для вас представлены ссылки на некоторые корпусы и программы. Национальный корпус русского языка. Далее корпусы на английском языке, которые все находятся по одному адресу. Затем онлайн-конкоденсы, которые мы смотрели ранее. И четвертым идет программа EndConc. Она бесплатная, ее можно скачать. И к ней, что очень хорошо, имеются видео-уроки по работе с программой обеспечения. Они на английском языке. Но все там очень просто, понятно, все показано. Тоже все на том сайте. Посмотрите. Должно быть довольно интересно. Здесь данные ссылки на дополнительную литературу и на источники, которые были употреблены в ходе вебинара, на которые я ссылался. Посмотрите их, пожалуйста. Некоторые из них доступны онлайн. То есть в поисковую систему можно вбить названия статей, книг. Отрывки из них могут быть доступны на Google Box. Да, можно посмотреть, почитать. Там довольно тоже доступным языком все написано. Далее есть ссылки на профессиональный стандарт, если кому-то интересно. Ну и другие ссылки. Что ж, я думаю, можно давать ссылку на сертификат. А пока я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Да, корпус, обновляется ли корпус? Зависит от того, какой корпус. Если вы его сами составляете для своей какой-то работы, то тогда нужно его пополнять, если вы хотите его пополнять. Если идет речь о национальном корпусе, то хотя он и отображает язык в определенном его временном существовании, он сейчас пополняется активно, то есть является динамически развиваемым. Нет, не платный, не платный. Просто там регистрация идет по уровням. Да, спасибо вам. При помощи программы EndConc его можно анализировать. А составляете вы его просто наполняя текстовый файл разным количеством текстов. Берете их из разных источников и собираете в одно, и это будет ваш корпус. Насчет ошибок интересный вопрос. Да, конечно, можно использовать в других гуманитарных предметах. Ошибки, само понятие ошибки меняется с введением корпуса. И, конечно, могут быть спорные вопросы, и для этого мы не исключаем свое участие в составлении заданий. Мы сами отбираем, анализируем те, которые не вызвали бы каких-то серьезных проблем и так далее. Кто автор корпусной технологии? Одного автора нет. Корпусная лингвистика имеет свою историю. Там есть такие имена, как Синклея, Ката и так далее. Вы также можете посмотреть по ссылкам на книги. Да, делитесь, я буду очень рад. Спасибо вам большое. Какие-нибудь еще вопросы? WordFaces. Вы можете использовать шаблон, который здесь у меня использован, и просто наполнять его. Оттуда просто удалить все слова и распечатывать, давать его ученикам. Либо вы можете сами сконструировать его в Word, допустим. Я это сделал просто используя кружочки и линии. Американское или британское изобретение? Я бы сказал совместное. Англоязычное изобретение. Да, конечно, тема обширная, и это только дает общее представление здесь. Поэтому, конечно, чтобы детально ознакомиться со всеми здесь вопросами, работая с программным обеспечиванием, будет более подходящим курс повышения квалификации или что-то такое. В рамках вебинара, конечно, это сложно все ухватить. Пожалуйста, занимайтесь, делитесь потом своими разработками на форуме. Будем читать, смотреть. Я думаю, что презентация будет выложена на сайте, и вы можете ее, конечно же, скачать, использовать в любой форме работы. Да, спасибо вам большое. Насчет печати на сертификате не могу ничего сказать. Можете задать этот вопрос на сайте, на форуме, вам там могут ответить. Спасибо, спасибо. Следующий семинар на английском языке. Можно подумать, я не уверен насчет следующего вебинара, но далее на английском почему бы и нет. Нам вот всем полезно. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда увидимся через неделю. Я очень рад был с вами пообщаться сегодня. Надеюсь, что материалы были вам полезны. Мне также хочется поблагодарить Алексея Васильевича Конобеева и портал EnglishTeaches.ru, издательство «Титул» за предоставленную возможность с вами сегодня пообщаться. Всего доброго тогда. До встречи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok